Добрый день! Меня зовут София Калинхов, мне 11 лет, и я учусь в русской школе Буратино, города Эдховена. Роллдал, ветвь. В глубине помещения я заметил высокую ширму, расписанную китайскими драконами. Я сразу же решил, что самое безопасное место за ширмой. Голоса звучали где-то за дверью, но становились все громче и громче. Шум нарастал, как будто множество сильных плотных производили его. «Господи, помоги мне!» – прошептал я. И ширма меня спасла. Я решался, подглядываясь за происходящим в щелочку между двумя складными створками. Мне было видно почти все пространство огромного зала, но сам я оставался в укрытии. «Спокойно!» – сказал я себе. «Ведь тебя еще не заметили, им просто незачем заглядывать за эту ширму». Но я прекрасно понимал, что малейший звук выдаст меня. Тихое покашливание, шмыганье ноги и еще что-то подобное. И я в лапах у этих двухсот существ. На миг мне показалось, что я теряю сознание. Я понял, что мне отсюда не выбраться. Я улегся на ковер и притих. «Слава Богу, что меня срывала ширма!» Вокруг стояла абсолютная тишина. Преодолевая свой страх, я все же снил в щелочку еще раз. Я увидел, что все женщины, то есть все ведьмы, сидели на своих местах и глядели, словно загипнотизированные в одну точку. На сцене кто-то появился. Это тоже была женщина. Сначала поразили меня размер ее тела. Она была очень маленького роста. Она показалась мне молодой, лет двадцати пяти, и очень симпатичной. На ней было элегантное черное платье, спускавшееся до полу. И длинные, темные, почти по локоть, перчатки. Она совсем не походила на ведьму. Но все же это была настоящая ведьма. Иначе что бы она делала здесь? И почему, чего ради, все собравшиеся смотрят на нее с благоговейным ужасом и восхищением? И тут леди, стоявшая на сцене, неторопливым движением поднесла руки к своему лицу. Я заметил, что ее затянутую в перчатке пальцем словно отстегивает что-то за ушами. И вдруг, о ужас, она потянула себя за щеки и сняла с головы свое лицо. Теперь ее прежде, хорошенькая личика, болталась у нее в руке. Да это была маска! Сняв ее, ведьма обернулась и березно положила на столик, стоявший позади. Когда она снова повернулась, я зажал себе рот руками, чтобы от ужаса не закричать. Нечто, напоминавшее лицо, было высохшим, сморщенным, измятым, словно промаринованным в уксусе и имело отвратительный вид. И вообще, производило впечатление разлакающейся, гниющей материи. Особенно мерзко это нечто выглядело по краям. Впрочем, и рот, и щеки были тоже отвратительны. Мне даже показалось, что где-то ее новое лицо потрескалось и словно изъедено червями. Иногда, стойче будто испугаться, и вас словно парализует. И это случилось со мной сейчас. От ужаса я не мог сдвинуться с места. Я словно цепенил, я не мог пошевелиться, а мой взгляд был прикован только к лицу этой женщины. Но вот что поразило меня больше всего. Это смейный взгляд, которым нас словно окидывало все собрание. Я, разумеется, сразу догадался, что передо мною сама великая старшая ведьма.